Да, мужчина сзади. Девушка, она живет в России. Как определить, есть ли у нее желание как-то действительно какой-то союз создать или желание переехать в Германию? Будет, что я не создал хорошее, ну, социал союза. Получится? А у девушки, у женщин не разделяется желание воспользоваться мужчиной и любовь к нему не разделяется, это одно целое. Точно так же, как вы, допустим, как определить, вы хотите наслаждаться телом женщины или хотите о ней заботиться? Ну, то и другое. И то и другое. Точно так же, женщина же вашим телом не понаслаждаешься, чего в нем наслаждать? Женщина не наслаждается телом мужчины, она наслаждается его судьбой. Мужчина эксплуатирует тело женщины, а женщина эксплуатирует судьбу мужчины. И то и другое означает эксплуатация. А вы хотите, чтобы она за вас выслужала, замуж и ничего не эксплуатировала? Так не бывает. Где вы такую женщину найдете, чтобы она не интересовалась вашей судьбой? Так что тут вы? А в итоге то, что вы лентяи. Вы не хотите сами в молитве узнать, брать ее замуж или нет. Вы хотите, чтобы я это узнал сделать. Но знайте, что в итоге ничего не получится. Я вам приведу такой пример. Ко мне подошел один парень и говорит, какая моя природа? Я говорю, вы должны сами это понять. Или через труд, или через деятельность, или через духовную жизнь. Он говорит, ну вот вы же знаете, какая моя природа, и вы скажите мне. Я говорю, ну вы должны понять сами. Он говорит, нет, вы скажите мне, раз вы знаете. Я говорю, хорошо, вот у вас такая природа, пожалуйста. Он говорит, что это значит, вот мне вот так вот действовать? Я говорю, да. Это значит, что так. На следующий день он приходит на лекцию. Я говорю, вы поменяли работу? Ну, начали в этом направлении двигаться? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? Он говорит, я в какой-то момент начал думать, что вы ошиблись. Я говорю, что это значит? Он говорит, я не знаю, что это значит. Я говорю, это значит, что вы сами должны понять, какая у вас природа. Другого варианта нет. Человек не может воспользоваться советом, если он не достоин его. У вас точно такой же случай. Вы задали мне вопрос просто из любопытства. Вы не можете воспользоваться моим советом, потому что я даже не обязательно завтра. Вы уже сегодня к вечеру будете думать, что я, может быть, ошибся. Почему я не буду завтра? Будете? Сто процентов. Потому что вы недостойны ответа. Вы должны сами в молитве понять, брать ее замуж или нет. За вас это никто не сможет сделать. Потому что вы мужчина. Женщине можно так сказать. Иди за него замуж, и она будет счастливой и пойдет. Женщине нужно помочь обязательно за кого-то выйти замуж. Но мужчине надо помочь самому решить, брать или нет. Я единственное могу вам сказать, что по судьбе это ваш человек. Это я могу точно сказать. Она, ну, по судьбе ваш человек. Имеет ли она к вам привязанность какую-то? А понимаете, у женщин привязанность не возникает быстро. Есть такая песенка. «Быть может ты на свете, Наверное, лучше всех, Но это сразу не поймешь. Одна снежинка, Еще не снег, Еще не снег, Одна дождинка, Еще не дождь». Я правильно говорю про женщину или нет? Да, да. Женщина не может сразу вот понять, она как бы любит человека или не любит. Она просто чувствует, что он ей нужен. И она за него выходит замуж. А любовь у женщины приходит позже. Такова природа у женщин. Она, она, Вот женщины, понимаете, они пользуются своей красотой, как рыбак пользуется червячком на рыбалке. То есть она строит глазки, и делает, вздыхает, делает такой вид, что она уже по ушу влюблена, но внутри у нее работает расчет колонии. Он смотрит так, смотрит он на меня или нет, реагирует так, поклевка пошла, тянем, 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 тянем. Вот потом, оп, подцепила, все проймала. Как ведь женщины? Так. Но если женщина влюбилась в кого-то, то это для нее проигрыш. Если женщина раньше времени влюбилась, он еще не ухажет, она уже влюбилась. Это нехорошая ситуация. Лучше, чтобы она вот делала все как надо, чтобы она строила глазки, как бы притягивала к себе человека, давала возможность ему посражаться за нее. и потом, ладно, хорошо, выхожу за тебя замуж. А потом у нее привязанность, любовь возникает дальше. У мужчины сначала возникает привязанность, а потом уже... Да, он с крючка потом хочет лезть, но поздно. У вас привязанность-то возникла, нет? Возникла? Вы добиваетесь девушки, нет? Ну, да. А она немножко брыкается, да? Да, вначале да, а сейчас какой-либо нет. Пошла-пошла, да, уже? Ну, если брыкается, значит, солидная рыбка попалась. Я не хочу это надеяться. Ну, значит, вас будет строить обязательно. Строить вас будет, по струнке будете ходить. А надо? Надо. Все женщины строят мужчин. Достойные женщины. Солидные, всегда способные, ну, как бы, мужчине давать советы, как бы, они способны быть наравне с мужчиной, достойным женщинам. Они достойные, они вот так вот ходят, как бы, унижаются. Когда женщина добровольно, смиренно себя ведет с мужчиной, но при этом может ему сказать правду, это самый лучший вариант. Вот она такая, она добровольно может быть, смиренно себя вести. Она лекции слушает, какие-то духовной практикой занимается? Она четыре принципа заплюдает. О, видите, какая. Четыре принципа. Четыре принципа — это не пить, не курить, цветы всегда дарить. Нет. Нет, четыре принципа — это не пить, не курить, не заниматься денежными макинациями и не изменять. А, еще мясо, да, мясо еще. Мясо не есть. Идеальная женщина, говорят. Ну вот, смотрите, вы как бы, вы сейчас, как бы, вам не нравится, что она вас сомневается. Ну вы точно такой, а? Ну вы точно такой же человек, вы тоже в ней сомневаетесь. Вот точно такой же человек, она на вас похожа. А в чем проблема-то? Притянулись? Конечно. Так, кто вот, скажите, кто уже дал давно поднимать руку, но я не обращаю внимания на этого человека. Вот мужчина, да. Давай. Девушки отдыхают. Продолжение следует...